Всем привет! Очень часто пишут, присылают фотографии наши зрители и спрашивают, естественно, по интересным находкам. Не у всех есть возможность передать, чтобы я это лично посмотрел, но есть такие монеты, которые требуют того, чтобы все-таки смотреть их глазами, а не фотографии. А бывает, что некоторые зрители обижаются, когда я им говорю, что невозможно по вашему фото рассмотреть, либо камера слабенькая, либо еще что-то. И вот Дима. Дима живет в Караганде. Ему как бы проще, чем многим зрителям. Он нашел вот такую пятерочку интересную. Сейчас вот я ее достану. Вот видите, он принес Игорь Павловичу специально для меня. Видите, написано. Дима на осмотр СП. Я посмотрел, в принципе, как бы догадки по фотографии было сложно строить, потому что все-таки надо было живьем смотреть. И вот Дима передал эту монету. Привет Диме за внимательность. И мы решили с Игорем Павловичем снять ролик. На что обратил внимание Дима? Обратил внимание на то, что монета белая. Пятерочка, но она белая. Она не желтая. Но, если внимательно присмотреться, есть чуть-чуть проглядывает что-то небольшая желтизна. Мое предположение было в том, что, скорее всего, монету каким-то образом химически обработали. Поскольку покрытие очень тонкое, гальваническое, то, что идет здесь у нас на пятерке, то, соответственно, если монету бросить в какой-то слабый щелочной, либо кислотный раствор, ну, в общем, химический раствор, даже тот же туалетный утенок, при долгом лежании монеты в туалетном утенке, может получиться так, что просто верхний слой сойдет. Ну, я говорю условно, потому что эксперимент я проводил, но проводил достаточно давно, и я не помню, чем именно я пользовался. Врать не буду. Ну, естественно, как бы, разглядывая эту монету, мы пришли к выводу, что все-таки гальванопокрытие здесь не нарушено. Здесь, скорее всего, что-то нанесено. Что это нанесено? Сказать сложно, потому что никакие химические эксперименты мы не проводили. Но все мы помним вот это баловство, допустим, с той же ртучью. Блеск тут очень-очень похож на ртутный блеск. Не исключено, что просто монету натерли ртучью. Вот, собственно говоря, монету, поэтому в мешочке мы тоже и храним. Достали только сейчас. Такие любители пошутить есть. Это, конечно же, не Дима. Это сделал кто-то другой. Дима просто обратил на это внимание. Но предупреждаем, что с ртутью лучше не шутить. Такой же эффект можно достичь и использовать другие химические вещества. Например, жидкое олово. Кто занимается пайкой, электроникой, знает, что такое жидкое олово. Так вот, если взять вот такую монету нашу, окунуть в жидкое олово, то она тоже покроется тонким слоем олова. И тоже будет белое. Но это будет не брак. Это будет, так сказать, народная самодеятельность. Ну, а здесь я говорю, в первую очередь, выдал не столько блеск, а сколько вот эти вот небольшие проплешины, которые остались от натурального цвета монеты. Так что, Диме, спасибо за внимание. За то, что он обращает, внимательно смотрит наши ролики, обращает внимание на то, что попадается ему в кошелек. Ну, естественно, мы и эту монетку ему вернем. Ну, а уж сам с ней поступит так, как захочет. Или сдаст в банк, или уничтожит. Ну, дело хозяйское, как говорится. Так что, обращайте внимание на то, что находится в ваших кошельках. И будьте осторожны с ртутью. К сожалению, этот металл опасен. Всем удачи. Лайкаем. Смотрим видео. Смотрим видео. Продолжение следует...